друзья мои всем большой привет сегодня мы нарисуем вот такую симпатичную веточку жасмином это акварельная бумага хлопковая я ее приклеила малярным скотчем такая рамка будет красивая белая дай чтобы и лист по столу не ездил предварительно несколько раз к руке малярный скотч я приклеиваю чтобы первый слой бумаги не снимался так поскольку цветы у нас белое то нужно сделать фон можно кстати вот розовый как он бумаги сделать принципе или зеленый голубой в общем кто что придумает так я немножечко по диагонали расположу веточку чтобы она прям ровно не стояла по центру листа и как бы намечаю опять таки каркас то вот у меня будет здесь идти на переднем плане лист такой он красивый резной такой аромат кстати от жасмина приятный безумно люблю такие такие кстати напоминаю что кто хочет профессионально развиваться работать со стоками то у меня в комментариях будет ссылка на курс по программе adobe illustrator там есть бесплатный урок можете попробовать подойдет ли вам данная программа вот и вот значит здесь добавляю тоже листик немножко подкорректируем так отсюда идут еще бутончики так крепится и листики добавляю сюда и красивые листочки сюда листик уходит но немножко в ракурсе да получается бутончики вот этот вот уже красивый идет такой как колокольчик вниз здесь вот на нас смотрит листок лепесток вот сюда выгибается раз кстати я думаю что надо было наверное не покрупнее так мелковатые получились цветочки здесь значит листик идет просто как листочек и под ним как бы прячется бутон так сделаю хочется покрупнее цветы но я уже перешли перерисовывать не буду вот здесь красивый бутончик вот так вот идет сюда отсюда поменьше и на фоне там лист зеленый значит отсюда до идут тоже такие маленькие симпатичные листочки то есть мы их как по акварелью уже сразу сделаем я наверное когда буду писать акварелью может быть постараюсь покрупнее сделать и лепестки и так я хочу начать с фона сделать красивый розовый фон возьму флейт такую широкую кисть и пройдусь водой по фону вот таким образом такой нежный розовый цвет а потом возле цветов может в принципе поярче будет сделать сейчас я здесь вот пройдусь слегка и розовый цвет меня есть я бы добавлю его растекается до красивый фон сделаем по мокрому сейчас добавляю на этой бумаге очень быстро впитывается вернее бумага быстро воду впит поэтому нужно так в темпе вальса достаточно быстро я обхожу веточку итак теперь мне нужен так акварель сделаю зеленый цвет вот возьму камни желтый можно синего добавить да я капельку вот таежной дымке 8 и в принципе такой нужный мне зеленый цвет получился и тоненькой кисточкой ноликом сейчас буду делать вот стебелек веточки вот эти все прорисовывать аккуратно максимально стараться так так пошире немножечко можно сделать да вот сюда и вот тут веточка идёт там рядышком тоже делаем такую веточку сюда да крепим да не ножка на кончиках криститочков можно потемнее немножечко пигмента добавить вот такой боли вот здесь, там сбоку, да, тоже такой, достаточно остренький, и вниз, так, здесь тоже, так, оп, вот, здесь, сейчас можно слегка эту форму тоже подправить, объемную сделать, и теперь спускаемся ниже, веточку продолжаем делать, так, сюда крепится бутон, и вот сюда, здесь вот добавляю листочек, такую вот форму, и по бокам, да, на кончиках можно потемнее темно-зеленым, сейчас я добавлю такие вот штуки, раз, и на втором, здесь вот листик идет, вот, добавляю здесь листочки, поострее можно сделать, так, дальше вниз идет веточка, и тоже листочки добавляю сюда, такой, как стаканчик, и на веточке крепится, вот, к основной, к основному стебельку, так, все, у меня что-то двигается листочки сегодня, постоянно, дальше, значит, здесь тоже такой маленький бутончик, он почти не раскрылся еще, вот его тоже делаем, крепим на веточку, так, ну что здесь, дальше ветку делаем, вот сюда, вот сюда, и сейчас коричневым цветом, здесь, вот, таким образом, сделаем, так, зеленый цвет беру, и листочки, да, тоже сейчас, рисовать, здесь потемнее, здесь немножко, посмотри, они как бы выворачиваются, и второй тоже, да, пока пусть подсыхает лучше пигмент, так, сейчас мне нужно для крупных листьев тоже подобрать цвет, ну, я то же самое все сделаю, возьму камень желтый, единственное, вот зеленый, другой тут, с другого набора, вот такой у меня получился лист, он как бы заходит на передний план, единственное, слишком прозрачный, может, цвет, листочек вот этот в ракурсе, да, вот он крепится, здесь такой острый, так, что-то тут шум, и, в общем, собственно, такой листик уже получился, и теперь немножечко потемнее я хочу сделать лист, вот так, возьму вот дымку, вот эту даешь мне, сейчас еще зеленого пигмента, вот такой теплый цвет возьмем, и, значит, вот этот большой лист, сейчас я сделаю, ой, надо, надо посушить, потому что я сейчас все размажу, так, вот на фоне листья хотела сделать, немножко фен подсушила, чтобы рукой ничего случайно не размазать, да, а вот этот лист тоже лучше сразу сделать, потому что он пока не очень понятно, что там, как, куда идет, вот сюда, и, значит, вот тоже, да, листочек, на фоне, аккуратненько вот обходим, вот эти вот края, и крепим лист, таким образом, и рядышком, то же самое, ну, внутри, в общем, мне все это надо заполнить, сейчас, то есть, мы даже пигмент потемнее, вот, чтобы такой контраст хороший был, не забывайте подписываться в группу вконтакте, и там можно в беседе, там, в чате присылать свои рисунки, это же так, как там называется, разговор, что ли, там у меня есть девочки, вот, прямо туда прикрепить, ну, либо же в телеграме, да, тоже можно, если хотите что-то спросить, поделиться своей работой, тоже можете прислать, так, ну, в общем, вот такой листик, вот здесь, да, можно добавить то, что не хватает, здесь у меня что-то я хотела сделать, наверное, тоже какой-то листик, ну, потом розовым закрашу, ну, либо же можно добавить тоже, что, какой-нибудь листочек придумать, я добавлю сюда, как враг у себя, на вот этот вот передний план, ну, кстати, странно, наверное, смотрится, ладно, пусть подсохнет сейчас, вот, значит, теперь я хочу сделать листочки, они такой немножечко желтоватый оттенок имеют, то есть я пройдусь к адмиям желтым, слегка вот по всем цветочкам, посушу феном и на некоторые, то есть прям легонечко, да, тут ярко-желтый может где-то получился, лучше убрать лишний пигмент, такой прям оттеночек, да, буквально, вот, теплый, вот, сейчас посушу феном и лепесточки постараюсь сделать по форме, да, там немножечко тень где-то добавить, то есть показать их, здесь вот у меня розовый цвет с фоном зашел, вот, с кисточкой можно постараться размыть, да, итак, теперь продолжаем, я возьму немножечко зеленого пигмента прям тоненькой кисточкой и на листочках, там где загиб, да, вот, тени, то есть буду показывать форму, здесь, здесь вот край листочка, да, он так подвернулся зелененький немножечко, потом с помощью розового цвета, например, этот лист, да, форму я придам, между, да, тоже закрашу розовым, то есть потемнее, то есть я рисую и фоном, да, то есть форму придаю листочкам, то же самое здесь, то есть розовым цветом аккуратно можно вот форму листочку придать, добавляю вот сюда контраст, у нас появляется, ну, уже более понятно, как эти листики, лепестки выглядят, да, вот таким образом сейчас я могу везде пройтись, форму вот здесь, вернее пигмент, да, тут нужно немножечко так аккуратно, чтобы он плавно переходил в фон, можно кисточку рядышком потолще, иметь, да, чтобы такой плавный переход был, так, и то же самое возле остальных цветочков, да, поскольку лепестки у нас белые, то мне нужно вокруг лепестков сделать более контрастный фон, и водичкой, да, я растушевываю, чтобы не был просто как бы как контур, да, все-таки как фон это все смотрелось, вот это вот пятно тоже аккуратнее, таким образом я прошлась розовым, да, вокруг цветочка еще раз, и теперь можете слегка вот зеленым здесь, там внутри, да, лепестки как бы показать, там такой зеленоватый оттенок могут иметь, в принципе вот здесь вот, водички надо взять, вот тут вот подгибаются как, аккуратненько, потом опять-таки показать на некоторых листочках фактурку тоже можно, вот на крупном, да, вот эти вот, аккуратненько, вот жила, потом на вот этом листочке, они достаточно крупно идут, кончиком кисточки, да, вот, ну и здесь такой острый кончик у листочка сделать, тут форму немножечко показать тоже, такой, он что-то непростой сегодня получается, рисунок достаточно тяжело идет, здесь форму тоже вот кругленько вот эту вот я подправлю слегка, он растекается, и теперь к адмием желтым просто добавим сюда вот такими точечками, да, там внутри будут виднеться наши вот эти вот тычинки, да, у цветочков, сейчас я посушу феном и тоненькие-тоненькие полосочки сделала, они вообще белые, да, ну, они могут тоже тень иметь, здесь, конечно, вот это место мне не очень нравится, потому что не такой вот розовый цвет, как-то пигмент улег таким странным пятном, я сейчас постараюсь, конечно, его размыть, но оно будет все равно, мне кажется, выделяться, так, и теперь с помощью сепи немножечко покажу прям таким легким-легким цветом, там вот полосочки идут, я думаю, лучше сегодня закончить, такая вот веточка получилась, на этом у меня все, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok